Ребята, всем привет! Сегодня, думаю, опять выйду вам немножко цены покажу. Но сегодня не Mercedes, не Audi, не BMW, не Premium Mark. А сегодня решил показать вам цены немножко на Ford. Есть одна модель мне, которая очень нравится. Ну, я сейчас зашел сначала внутри, а потом на улице еще покажу. И покажу, какая машина мне нравится. Но для начала смотрите, что здесь стоит. Видали, какой экземпляр? Porsche 356. Но она стоит здесь просто кто-то, может, даже хозяин свою поставил. Стоит все-таки в сухом месте. И вот такая вот игрушка. Капец, классная красавица. 1963 года, 60 PS, 60 коней. Написано, что даже не трогали. Но выглядит очень круто. Ну, как, ну, новая машина. Если так посмотреть, то она в идеальном состоянии. Вот такая вот ляля. Что-то выхлоп такой странный какой-то. Вот такая вот игрушка стоит. О, даже смотрите, какая эмблема сзади. Nürnberg Ring. Очень интересная машинка. Круто. Ну, вот сейчас немножко здесь пройду. Покажу вам, какая мне нравится. Сейчас еще с этой стороны вот эту покажу. Вообще прям ни одной сколы, ничего нет. На мне она новая как будто стоит. Вот тут стоит такой F-Pace. Ягуарчик. Маленький SUV. Давайте на него цену посмотрим. Так, что это у нас? 250 коней. 10 тысяч пробег. Она дизельная или бензиновая? Бензин. Цена 41 430. 19-й год. Шестого месяца. Она новая. С июня месяца этого года. Внутри так же самое открыто. Можем и внутри посмотреть. Ягуарчик. Как он смотрится, как в нем сидится. Такой вот здоровый здесь монитор. Ягуар. В таком я еще не был. Потолок офигенный. Вот это вот. Кантара такая кожа вся. Ну, ничего так, блин. На самом деле. Ягуар. Ну, Ягуар ценится, конечно. Классная отделка. Старт, стоп, все дела. Здесь что-то это сверху. Вот это неудобно. О, как тянуться надо, чтобы открыть, закрыть окно. Ну, не, это вообще не в тему. Это вот так вот сидишь. Рука вот где сидишь за рулем. Если, например, ешь сюда вот так наверх. Что-то не очень. Ну, блин, машина новая, что говорить. Ну, уже мне, например, эти вещи не нравятся. Ну, мы пришли смотреть, ничего мне не нравятся, а то, чтобы просто показать вам цены. Вот такой Ягуар, ребят. Так, пойдем дальше. Тут вот тоже еще интересный экземпляр стоит. Пикапчик рейнджер. Форт рейнджер. Уайд трек. Ну, это не рептор, конечно. Но для Европы нормально. 3,2. Коробка автомат. Все дела. Кожа, рожа. Даже здесь, вон, панельку же с заменителем обтянута. Спереди такой вот. 3,2. Дизельный мотор. 200 PS. 200 коней. 54 500. Вот в этой комплектации он столько стоит. Вот кому пикапы нравятся за 54 штуки. Блин, ну, на самом деле дороговато. Я бы даже сказал, что дорого. Вот так он здесь выглядит. Ну, ничего так, что. Смотрите, тут еще что стоит. Такой вот старый форт. Сейчас мы его тоже здесь снимем. Я вам его покажу. Сан-Де-Ард. Кто-то продает свою птичку. 62-го года. 300 PS. 299 PS. Автомат. 22 500. 54 тысячи километров прошел. Обалдеть надо. Ты со ляля. Сколько на ней хрома. Да. Капец, какая она широкая. Вы знаете, мне, ребят, на самом деле вот эта модель очень нравится. Если так честно сказать, я из-за этого сюда и заехал, чтобы вот заснять вам вот эту вот. Это Ford Edge называется. Ну, он очень мне нравится. Вообще, тачка огонь. Давайте сперва внутрь сядем, посидим. Такие двери высокие. Офигеть. Ну, очень нравится мне эта машина. Ух ты. Вообще, у нас когда-то даже был Ford. У моего папы было. Называлась она Ford Sierra. Ну, что-то руль очень тоненький. Какой-то неудобный. Он выглядит спортивный такой прям весь. Здесь, что за заглушка такая. Могли бы здесь дырку сделать. Тут так уже. Ну, блин. Ну, классно сделано. Ну, что? USB-зарядка. Коробка передачи. Вон, как крутится. На Dodge RM здесь такая крутилка, я знаю. Сейчас на последних моделей тоже не знаю, как, но. Блин, ну, это вообще все четко сделано. Классная модель. Ну-ка, двери закрою. Как мне сидится. Ну, вот удобно. По классике. Но удобно. Так, тут все переключил. Здорово. Свет не загорится. Но он не покажет там. Обогрев сидений, то есть. А, даже охлаждать можно сидений. Да, с вентилятором и с обогревом. Старт-стоп. Классная. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Ну, серьезно, я не ожидал, что она так внутри даже. Четкая машина. Двери, правда, большие. Большие. Как у нас сзади сидится. Да, ну, скажем, большое. Это вот у всех SUV, да, вот у таких вот внедорожников, даже сзади, он на подогрев сидений тоже есть в этой комплектации, что заднее сидение больше сидишь, как на тубаретке. Они ровные такие. Конечно, это не лимузиновские сидения. Видите, оно так довольно все ровно. Но сама тачка просто пушка. Сейчас посмотрим, смотрите, какой у нее вид сзади. Класс. Просто класс. Вот серьезно, вот очень нравится мне. Что вы скажете? Я вам еще цены не показал. Сам еще не знаю, сколько она стоит. Так, обойдем с этой стороны. Цену пройдем мимо. Сначала покажу ее спереди. Так, Ford 2.0, 238 коней. У нее дизельный мотор. Моего цена, ребята, 59,525. Ну, да. Ну, да. Цена, конечно, не маленькая. Я, блин, ну, да, что хочешь, что хочешь. 60 тысяч. Грубо говоря, 60 штуки, она ваша. Ну, еще вам покажу вот это, ребята. Я должен сказать, что вот такие вот универсалы, если я не ошибаюсь, это называется. В Германии это очень популярная машина. Вот маленькая семейная комби. В Германии комби, говорят, наверное, 25-940. Она новая. 9 тысяч километров на ней. Бензиновая 165. Форд Мондео. Так она не маленькая. Это Мондео. Это большой. Я думаю, это Эскорт. Это уже Бонпикар. Что-то все в черном цвете. Такие топовые марки, фордовские. Все здесь стоят в черном цвете. Давайте посмотрим. Ну, она посажена. Посмотрите. Она стоит у нас в спортивных пружинах. Посажена. И уже ведуха у нее сразу по-другому. Ну, это спортивный вариант. Как будто. Вот заметил сразу руль, да? Вот мы стояли, смотрели с вами. Форд Эдж, да? Я посмотрел. Ого, здесь сколько места. Смотрите. Ой-ой-ой. Вон нашел указ с этой стороны здесь можно. Зачем? Тут открыто все будет вываливаться. В натуре тут надо, чтобы закрыто было. Вот на том Форд Эдж тоже руль похожа. И здесь закрыто. Вот так вот открыто. Симпатично смотрится. Но руль такой же беспонтовый. Выглядит он. Руль неплохо, но тонкий. Вообще никудышный. Систем Аусом батареи сушендиционным. Алшальн Уда Мотоштадт. Говорит, выключите зажигание, чтобы сохранить батарею. Я ее даже не трогал. Но обделка, вот серьезно, да? Вот я вам скажу. Обделка даже и неплохая. Вот здесь мягко все. Панель. Ну, Форд, что говорить. Форд тоже умеет машины делать. Сколько они на рынке, на немецком рынке. Так что... Да при чем тут сколько на немецком рынке? Вообще, Форд-то довольно нормально, хорошая машина. Я говорю, да, не сравнить с Ауди БМВ, но все же. На улице вот еще стоит в таком классном цвете. Тоже Эсте. Эсте, это, видимо, как бы спортивная линия от компании Форд. Маленький Форд Фиеста. 200 коней. Прикинь, сколько. Вот этот Табун. 25 990. На такой маленький пирожочек. Вот тут уже руль другой выглянет. Довольно толстый такой, мощный. Прикольный цвет. Спортивный такой цвет, как бы. Ну и оптика у машинки тоже ничего. Вот. По городу я тебе дам. Она будет на светофорах убегать только так. Ух ты, сиденья, Рикару даже. Вот это, да. Зачетные сидушки. Вот это тема, ребят, на самом деле. Рикару, вот это, да. Я бы хотел сесть в них, как они, как в них сидится в этих чашках. Вот такой вот фордик. Ребят, так, все. Еду за сынулькой. У них сегодня там гулянка, можно так сказать, с утра уже в 11 часов. С командой отдыхают, играют в футбол там, короче. Рождественский такой праздник, да, сделали всей команде. А я думаю, пока они там бесятся, я вам покажу немножко опять машины. Как-то так. Блин, батарейка села. Надо всегда с ключа открывать. Все, ребят, на этом все. До следующего видео. А я поеду на моей старушке. Всем пока, ребят.